Всем привет, с вами Ольга Сергеева и вы на моем канале Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам о хорошем кино. Наконец я добралась и до Берлинского кинофестиваля, который по традиции в Европе первый с начала года открывает киносезон серьезного кино. С 1951 года Берлинали проводится ежегодно в феврале. Основной приз киноосмотре Золотой медведь. Фестиваль работает с актуальными политическими высказываниями режиссеров всего мира. Особый акцент на страны Восточной Европы. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы. В рамках фестиваля работают секции Международный форум молодого кино, программа Панорама, которая представляет феминистские, политические картины, фильмы, исследующие любовь и идентичность, отдельная программа фильмов для детей и подростков. В секции Encounters по традиции экспериментальное кино. Берлинали известен своей любовью к интеллектуальному кинематографу. В разные годы он отмечал фильмы Гадара, Бергмана, Антониони. Одним из новшеств этого года стало участие фильмов, которые уже были показаны на других кинофестивалях. В 2023 году 73-й Берлинский кинофестиваль проходил с 16 по 26 февраля. На этот раз жюри возглавила молодая и талантливая актриса Кристин Стюарт. Среди членов жюри автор лучшего фильма 72-го Берлинали Карла Симон, румынский режиссер острых киновысказываний Раду Жуде, знаменитый гонконгский постановщик боевиков Джонни То. Обычно на Берлинале показывают до 350 фильмов. В основной конкурс смотра в 2023 были включены 19 работ из 19 стран, 6 сняты женщинами, 3 являются полнометражными дебютами. В этом выпуске я расскажу о фильмах из разных программ, достойных вашего внимания. Любой кинофестиваль – прекрасная площадка для первой заявки о себе. И начну я с дебютов. В основном конкурсе была представлена дебютная картина прошлой жизни американки корейского происхождения Селин Сон. Это история Норы и Хэ Суана – двух школьных друзей. Семья девушки вынужденно переехала из Южной Кореи в Канаду. Герои найдут друг друга в соцсетях лишь через 15 лет. И только через последующих 12 лет смогут встретиться лично. Это во многом автобиографический фильм для сон, которая с проникновенной нежностью рассказывает об упущенных возможностях. Автору удалось снять поистине интимное кино о значении истинных чувств и эмоций на протяжении жизни человека. Главных героев сыграли Грета Ли из «Жизни матрешки» и Тео Ю, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебряных. В основном конкурсе участвовала также дебютная картина «Диско-бой». Итальянский режиссер Джакомо Абруцезе в нем задает вопросы. Возможно ли попасться в мясорубку системы и при этом остаться человеком? И какую жертву нужно принести во имя этого? Немецкий актер Франц Роговский, стремительно набирающий известность, играет Алексея, который покидает Белоруссию и, пытаясь получить европейское гражданство, вступает во французский иностранный легион. Там вместе с сослуживцами отправляется в Африку. Он пройдет сложное испытание, которое отразится на всю его последующую жизнь. Не стоит искать в картине аутентичности. Это скорее поэтичный и созерцательный фильм об одиночестве, и работает он в русле магического реализма. Еще один дебют. Южноафриканский кинорежиссер Джон Тренгов представил свой фильм «Менодром» в основном конкурсе фестиваля. Обычный водитель доставки Ральфи скоро станет отцом, но он крайне недоволен своей жизнью, и его ничего не радует. Изменения в своем внешнем облике он пытается достичь бодибилдингом, но, выпуская свои подавленные желания на белый свет, постепенно начинает терять связь с реальностью. В необычной для себя роли в фильме выступает Джесси Айзенберг, а компанию ему составляют Эдриан Броуди и Одесса Янг. Фильмом открытия Берлинского кинофестиваля в этот раз стала новая работа Ребекки Миллер. Трагикомедия рассказывает о нью-йоркском композиторе Стивене. Он задумал громкое возвращение и решил дописать свою оперу, но сталкивается с творческим кризисом. По рекомендации собственной супруги специалиста-психотерапевта он пускается на поиски вдохновения. Встреча с Катриной изменит его отношение к миру и своему творчеству. Картина остроумно поднимает темы классового диктата и социальных противоречий. А в главных ролях мы увидим прекрасных актеров Питера Динклейджа, Энн Хэтуэй, Марису Томэй и Иоанну Кули. Еще один фильм из основного конкурса с длинным названием «Ингеборг Бахман. Путешествие в пустыню». Его героиня – культовая австрийская писательница, поэтесса и икона феминистской литературы. Ее роман со швейцарским писателем Максом Фришем продлился пять лет и имел огромное влияние на творчество. Режиссер картины – 80-летняя Маргарет фон Тротто, живой классик немецкого кинематографа. В фильме «Фокус» на ранних годах романа писателей и темах, вдохновляющих женщину в творчестве. В главной роли мы вновь увидим актрису Вики Крипс, уже ставшую известной далеко за пределами Австрии. На фестивале была представлена новая работа известного художника-аниматора из Японии Макото Синкая Судзуме закрывает двери. Работа над фильмом началась еще в 2020-м, а на родине в Японии фильм уже вышел в прокат. В истории 17-летняя Судзуме, которая живет в тихом городке на острове Кюсю, однажды встречает молодого путешественника, ищущего некую дверь, и присоединяется к его поискам. А причем тут говорящий кот, спиралевидные гигантские черви, двери-порталы и даже простая табуретка можно будет узнать, только посмотрев эту захватывающую историю своими глазами. Австралийский независимый кинематограф на Берлинале был представлен детективом Лимб. Это черно-белый криминальный триллер, поистине авторское кино. Иван Сен не просто режиссер, он выступил также и в роли сценариста, продюсера, композитора, оператора и монтажера. Сам постановщик определил жанр картины как пустынный нуар или неоновый вестерн. Действие разворачивается на фоне безжалостной австралийской пустыни, а в главной роли мы увидим неузнаваемого Саймона Бейкера, звезду известного сериала «Менталист». В небольшой австралийский шахтерский городок в глубинке приезжает детектив Трэвис Херли, чтобы расследовать 20-летнее нераскрытое убийство женщины-аборигенки. Трэвис открывает для себя набор неприятных истин, подчеркивая сложности потерь и несправедливости, с которыми сталкиваются местные жители. В основной в конкурс фестиваля вошла и китайская лента «Башня без тени» режиссера Джана Лу, которого часто сравнивают по стилю с фестивальным режиссером Хон Сан Су. Гу Вин Тонг – одинокий мужчина, чей отец пропал без вести более 40 лет назад. Ему не хватает сил отправиться на его поиски. Встреча с фотографом молодой девушкой изменяет его жизнь. Герой начинает размышлять о том, какой из него сын и любимый. Возможно ли сближение далеких родных людей через столько лет? Автор снимает неторопливое кино, наполненное интеллектуальными беседами, романтическими встречами, совпадениями, жизнью в моменте. Под мелодрамой здесь скрывается тонкая эмоциональная история, а о зыбкости воспоминания, ностальгии и памяти. В основном конкурсе участвовала и мексиканская постановщица Лила Авелес, которая стала известна своим нашумевшим дебютом «Горничная». В этот раз она представила историю об одном дне из жизни огромной семьи. Все вместе с 7-летней девочкой Сол готовят сюрприз ко дню рождения ее отца, художника, который серьезно болен и слабеет день ото дня. Мы видим происходящее ее глазами и снова обретаем первое осознание реальности любви. Это трогательная семейная драма о сплоченности, поддержке и единении. На моем канале Кинотрафик я рассказываю о хороших фильмах и сериалах, а в фестивальном кино объясняю смысл сложных картин. В плейлистах вы найдете кинообзоры, анализ и разбор фильмов, творческие видеопортреты актеров и режиссеров, обсуждения и видеоэссе. А мои юные блогеры посоветуют интересные фильмы и мультфильмы для подростков, детей и всей семьи. Приглашаю вас подписаться на Кинотрафик. Давайте смотреть и обсуждать хорошее кино вместе. А теперь настало время рассказать о лауреатах Берлиналя 2023 года. И начну я с почетного золотого медведя. За достижения в кинематографе им был награжден американский режиссер, продюсер и сценарист Стивен Спилберг. Всего за свою карьеру он был номинирован на премию Оскар 19 раз и трижды получал ее. Он считается самым успешным режиссером всех времен. Его карьера была отмечена многочисленными золотыми глобусами и Эмми. На 73-м Берлинском кинофестивале прошла ретроспектива фильмов режиссера и был показан его новый фильм «Фабельманы». «Серебряный медведь» за лучший сценарий был присужден Анжеле Шанелек за ее работу в фильме «Музыка». Она также выступила и режиссером своего фильма. Постановщица предлагает свою интерпретацию бессмертного мифа об Едипе и переносит нас из Греции на Берлинские озера 80-х и в наши дни. Однажды ночью новорожденного мальчика спасают из шторма. Фельдшер Элиас и его жена забирают его, называют Джоном и воспитывают. В молодости Джон подвергается нападению и совершает непредумышленное убийство. Приз за лучшую роль второго плана получает Тиа Эре за работу в фильме «До конца ночи» немецкого режиссера Кристофа Хохойслера. Это первый фильм режиссера созерцательного кино за 9 лет. Постановщик также является ярким представителем берлинской школы кинематографа. История о полицейском Роберте, которому поручили опасное дело под прикрытием. Вместе с Леней герою предстоит изображать пару и тем самым привлечь внимание лидера наркокартеля. Если миссия провалится, дуэт либо погибнет от рук преступника, либо отправится в тюрьму. Роковые обстоятельства, попытка убежать от прошлого и влияние Райнера Вернера Фассбиндера. Приз за лучшую главную роль достался совсем юной исполнительнице Софии Атерра за работу в испанском фильме «20 тысяч видов пчел» режиссера Эстебалиса Урисолоса Лагуэрна. На каникулах Анна решает взять своих троих детей в гости к собственной матери. Бабушка и тетя занимаются пчеловодством. Там восьмилетняя Кока исследует свою идентичность и это лето меняет жизни трех женщин разных поколений. Они размышляют о собственной жизни и желаниях и сталкиваются со своими сомнениями и страхами. Серебряный медведь за лучшую режиссуру был присужден уже классику французского кино Филиппу Горелю за постановку фильма «Большая колесница». Передвижной театр кукол, наследие братьев и сестер, отца и бабушки. Трагическое событие бросит вызов желанию каждого из детей продолжить дело и сохранить традицию. Демонстрируя мастерское владение своим ремеслом, 74-летний Филипп Горель исследует такие дорогие ему темы, как любовь и дружба. А его теплый взгляд на семью, как на святилище, еще больше пронзает благодаря тому, что автор впервые собрал перед камерой трех своих собственных детей. Приз жюри «Серебряный медведь» получил фильм «Плохая жизнь» португальского режиссера Жоа Каниха. Пять женщин управляют старым отелем, пытаясь спасти его от неизбежного разорения. Их тяготит давний, возможно, неразрешимый конфликт. Они матери, не умеющие любить своих детей, которые, в свою очередь, не умеют быть матерями. Когда юная Соломея прибывает в отель, вновь открываются старые раны. Что мы есть и кем мы становимся, когда прошлое не покидает, а настоящее, кажется, не предлагает выхода. Приз большого жюри «Серебряный медведь» получила картина еще одного представителя Берлинской киношколы режиссера Кристиана Пиццольда под названием «Багровое небо». План Леона и Феликса – провести лето вместе на побережье Балтийского моря. Один хотел поработать над второй книгой, другой – собрать портфолио. Там они встречают Надю и Дэвида. Это вторая часть трилогии Кристиана Пиццольда, начатая в 2020 году, посвященной стихиям природы. В первой части «Ундина» речь шла о воде, второй – об огне, неотвратимо надвигающемся и безжалостно стискивающем свое кольцо вокруг героев. Фильм колеблется между символизмом и реализмом, одновременно забавный и глубоко трагичный. В одной из главных ролей мы снова увидим музу режиссера, прекрасную Паулу Бир. И, наконец, «Золотого медведя» за лучший фильм на Берлинале 2023 года получает документальная картина «Адамант» – выдающегося французского мастера Николя Филибера. «Адамант» – реальное плавучее сооружение, расположенное на берегу Сены в самом центре Парижа. Здесь им предлагается уход, общение и творческая деятельность, которые поддерживают их эмоциональное состояние и поднимают настроение. Подход Николя Филибера, одного из величайших режиссеров-документалистов, работающих сегодня, полностью связан с тем, чтобы приблизиться к своему предмету. Этот нежный и прекрасный фильм приглашает нас присоединиться к удивительному гостеприимному микрокосму «Адаманта». Берлинале подтвердил свой статус самого политически активного из существующих кинофорумов. В этот раз фестиваль активно демонстрировал солидарность с Украиной и Ираном. Произведения украинских и иранских кинематографистов присутствовали почти во всех разделах. Как и большинство других фестивалей, Берлинале отказался от показов российского кино, созданного при поддержке государства, но приветствовал независимых кинематографистов. Так, в секции экспериментального кино «Энкаунтас» была представлена франко-российская лента «Клетка ищет птицу». Это дебютный фильм Малеки Мусаевой. Картина не была отмечена призом, но интересна тем, что была снята молодой постановщицей из мастерской Александра Сокурова. В съемках фильма участвовали только местные жители и ни одного профессионального актера. Эта лирическая история рассказывает о 17-летней Яхе из обычного чеченского села. Девушка живет с мамой и братом, а все свободное время проводит с подругой Мадиной. Когда последняя заявляет, что хочет поскорее выйти замуж, Яха задумывается о том, чего же она сама хочет от жизни. Основные темы этого меланхоличного фильма – скоротечная молодость и вынужденное взросление, сохранение и утрата традиций и самоопределение. Поздравляем победителей Берлинского кинофестиваля и с нетерпением ждем всех этих замечательных фильмов на наших экранах. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева и вы были на моем канале Кинотрафик. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok